С 1 сентября школы Беларуси перейдут на новые принципы питания. В рацион внедрят блюда, разработанные с учётом предпочтений учащихся. Их приготовление будет осуществляться на основании подготовленного Министерством образования информационного сборника технологических карт, который включает более 350 наименований. Номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси за июль 2355 рублей. Традиционно самый высокий показатель в столице. Больше всего получали работники сферы информации и связи, финансов и страхования, а также профессиональной, научной и технической деятельности строительного комплекса промышленности. Пешеходные дорожки обновляют на улице Минской. При этом помимо стандартной плитки используется специальная тактильная, которая облегчает передвижение людям с ограниченными возможностями. Сейчас процесс идёт со стороны Белшины. Рабочие трудятся над благоустройством города, не покладая рук, несмотря на знойную жару. По 5 сентября в Беларуси проходит специальное комплексное мероприятие МВД «Внимание, дети». Профилактическая акция призвана повысить уровень ответственности родителей и водителей, привлечь всёобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности. С этой целью в светлое время суток транспортные средства должны двигаться с включённым ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. 29 августа с 9 до 11 состоится прямая телефонная линия по теме ремонт печей, электропроводки, установка автономных пожарных извещателей, одиноким неработающим пожилым гражданам и одиноким инвалидам 1 и 2 групп. На интересующие вопросы ответит заведующий отделением первичного приёма, анализа, информирования и прогнозирования учреждения ТЦСОН Ленинского района Бобруйска Гайков Антон Александрович. Обращаться по номеру 72 18 91.